Всем привет! Говорит и показывает Москва, с вами Андрей. Сегодня у нас очередное видео ремонта, в данном случае фигурки хаотичника от компании NECO, в частности не самой фигурки, а аксессуара. Вот такой вот копье City Hunter, мол, это копье City Hunter, сейчас он идет практически ко всему Лос Клану. Заказала себе переиздание хищника Stalker, нам очень понравилось, к сожалению, пришло в таком виде копье, и самое главное, этот наконечник, который отломался, он отсутствовал в упаковке. Вот так, в принципе, я такие вещи сверлил, здесь где-то миллиметр сечения, поэтому микродрель 0.3 можно в теории просверлить, но в данном случае этот момент отпадает. Единственное, что остается поискать донора. На Алиэкспресс продаются такие всякие детальки, оружие там, в принципе, в наборе есть это копье, но цена достаточно такая высокая. Вот там куча аксессуаров, которые, в принципе, не нужны бывают, да, зачастую в ремонте. Нужно только копье, поэтому так прикинул, что дешевле попробовать найти донора, может кто-то согласится продать это копье и потратиться на краску. Краски там, наверное, на несколько лет хватит, год-два, если она свежая. Вот на самом деле там нужно несколько мазков. Ну, мне повезло, мне прислали, точнее, я смог прикупить копье. Человек поделился, это оригинальное копье от ультимативного Гардена. Вот, соответственно, это уже сломанная деталь. Я снял вот эту часть, да, от копья Гардена, и, соответственно, покрасил. Эта вот бывшая часть от Гардена, так вот она выглядит теперь. По-моему, получилось очень годно. Что я обнаружил, соответственно, это не то, чтобы из разного пластика, да, не сделано. Поэтому какие-то бывают хрупкие, какие-то нет. Там база у них одна и та же, один тот же материал, просто украсится в разную краску. Как это было понятно, когда вот этот пэк у меня доставил копью, здесь краска просто отошла, там все стало понятно, внутри такой белый пластик, светлый. Ну, в данном случае надо понять, какая техника, да, использовалась в покраске. Здесь относительно сложно, не просто в цвет покрашен, а, соответственно, в черный цвет, а потом сухой кистью, да, вот. Ну, я определил, с учет моего дальтонизма, что это медная краска, дальше сухой кистью вот покрывается. Вот, такой вот результат получился. Непрофессионал не отличит, да и даже профессионал, наверное, не отличит. Чуть-чуть с красочкой не разобрался, глинцеватая она, но на самом деле это совершенно незаметно. Соответственно, базовая краска, вот такой акрил глянцевый, супер краска вот эти акрилы современные, то есть они синтетические, как я понимаю, это быстро сохнет. Вот, соответственно, просто кистью выкрасил черный цвет, все высохло и дальше вот такую краску подобрал. Казалось, оно, да, вроде я угадал, это медь-коппер, некий номер 906 на краске, просто на глаз. Вот, буквально с крышечки два раза макнул кисточкой и вот основные места высветил. Сухая кисть это макает, кто не знает, в краску. Основные мазки делается, когда кисточка начала как бы уже сухой, да, вот краска заканчивается, в этот самый момент начинаете делать вот эти высветления. Чуть-чуть, может быть, я много сделал, но выглядит очень круто, в принципе, даже интереснее, чем оригинал, то есть я краски не пожалел, может стоять где-то подкрасить, но я никогда так не делаю, это и стараюсь сохранить оригинальную часть, в данном случае, так как нет наконечника, в принципе, спустя у меня полежит, наконечник появится, наконечник присверлю и вставлю вот эту оригинальную часть. А пока побудет так, отличить практически невозможно, как видите. Да, копья хищника разбираются следующим образом, если вы обращали внимание, центр вроде как гнется, а здесь твердый пластик, да, это именно вот винил такой, мягкий, резинка, вот типа слоты такие пластиковые и, соответственно, там идет вот такой пэк. Обязательно это место надо прогреть, но тут в чашку не надо бросать, просто нагреваете чайник и аккуратненько, минутку, наверное, вот капаете сюда, льете воду, вот этот пластик становится очень мягкий и скручивающимися с такими движениями, вытаскиваете. Они уже, в принципе, не разработаны, оказались, сейчас попробую вставится или нет, на сухую. Нет, не вставляется, рисковать не хочу, соответственно, сейчас я погрею и вставлю. Итак, вот этот кончик прогрет, пробуем вставить. Ну вот так получается, вот так получилось. Ну, как сказать, если не знать, что был ремонт методом замены части донорской, то и не догадаешься. Может быть, даже больше заморачиваться не буду, оставлю как есть. Так, дурос-рос-рос-рос-рос-рос-рос-рос-рос-рос-рос-рос-рос-рос. Починить копье с использованием запчасти. Блага на Алиэкспресс они продаются. Всем спасибо за посмотрю. Всем пока.